Приветствую всех на канале, сегодня у нас будет топ оффроид игр на Android и iOS. Топ составлял долго, извините конечно за данные проблемы. Вот в топе у нас будет 15 игр. Сразу скажу, что все игры я не скачивал, потому что если бы я так сделал, то пришлось бы очень долго снимать данный топ. Некоторые вырезки из некоторых игр я брал у других ютуберов и сегодня я сделаю самый большой топ оффроуд игр на Android и iOS. Взял я самые качественные игры, которые на мой взгляд самые лучшие в данном жанре. Тут будут как известные игры, так и не очень известные. Может быть некоторые игры вы откроете для себя новые. Ну а мы с вами начинаем. Первая игра в нашем топе это конечно же Off-Road Chancellor, как-то так она называется. Вот вы можете видеть ее название. Игра очень крутая, и как вы понимаете это SnowRunner на Android и iOS. У нас все-таки получается портированная игра с ПК на Android, основная тематика. Эту игру я не мог не взять, потому что она такой конкурент с MudRunner на Android и iOS. Вот поэтому вот так. Игра отличается очень красивой физикой, цветокоррекции и конечно же снегом, отпечатками и геймплеем. Вот, в принципе советую поиграть. И конечно же главный конкурент данной игры это ModRunner Mobile. Игра от оригинального разработчика, который делал игру на ПК. Конечно тут нету полностью того, что было в оригинальной версии, так как игра делалась на другом движке. Здесь она делалась на Unity, а оригинальная игра делалась на другом движке, точно название его не помню. Но здесь переданы были основные принципы, которые в этой игре есть. То есть это физика бездорожья, крутая графика, взаимодействие с картой и в принципе все, 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 что было в оригинальной части более-менее перенесено в данную игру. Вот, советую вам в нее поиграть, потому что в принципе здесь различные миссии, различные карты и большое, прям громадное количество различных модификаций автомобилей. Вы тут можете понавешать на него, что-нибудь поделать. Большое количество различных карт, которые нужно все-таки смотреть и обустроивать. Миссии вам не дадут заскучать, реально карты здесь большие, миссий много и в принципе разновидности карт и автомобилей тоже большое довольно-таки количество. Вот, все ссылочки на все игры вообще я планирую оставить в описании, можете перейти и посмотреть. Так, пару комментариев по топу, которые у меня есть. В топе 15 игр я уже об этом сказал. Топ, извините, конечно, за то, что составился поздно. Вот, и домой я пришел только в 5, пока я составил топ, пока я сделал все заготовки, увидел и вот таким вот образом у меня получилось все-таки заснять только к данному времени. Мы с вами переходим к следующей игре, называется она Top Off-Road Simulator 4x4. Игра реально крутая, довольно-таки большой автопарк, я в нее играл еще давным-давно. Вот, что могу сказать, большое количество различных миссий, локации, взаимодействие с водой, взаимодействие с грязью и множественный тюнинг. То есть тюнинга здесь реально много. По локациям, локаций здесь тоже большое количество, есть где покататься. В принципе, могу посоветовать эту игру, реально график у нее довольно-таки привлекательный и красивый. Вот, несколько режимов у него есть езды, взаимодействие опять же с грязью, вот можем с вами полазить по горке, поучаствовать в гонках, поразвозить на грузовых автомобилях различные бревна, не бревна, поездить по чекпоинтам. В принципе, езда по чекпоинтам это основной вообще геймплей данной игры. Вот, можем собирать местную валюту, ездя по карте. Вот местная валюточка у нас, вот, во время гоночек. Везде-везде они у нас понатыканы. Вот, карта вроде одна, но карта очень сильно большая, реально очень большая карта и, в принципе, по тюнингу. Тюнинга здесь реально много, можно выбрать различные модификации, бамперов, цвета, привода и все в таком духе. Кстати, для меня был открыт, когда узнал, что в этой игре есть режим от первого лица. В принципе, игра интересная, она старенькая, подтянет ее любой телефон, который только есть. Вот. Если вы хотите покататься по бездорожью, то это идеальная игра просто для этого. И следующая игра в нашем топе это Track Offroad. Реально игра крутая и основная задача в этой игре это прокачка своих внедорожных автомобилей, их здесь достаточно большое количество, и езда по различным локациям. А это не свободная езда, выполнение различных миссий, это открытый мир, можем с вами покататься, поездить, различные участия в различных турнирах, в заездах, можно поучаствовать онлайн, можно поездить с другом, можно поездить просто, выполняя карьеру. Большое количество различных автомобилей, БВУ, новые, можете купить различные детали. Вот. Физика загрязнения автомобилем, физика грязи, физика подвески, все в этой игре присутствует. Физика разрушаемости предметов окружающей среды здесь тоже есть. Достаточно большое количество различных настроек, можете построить все под себя так, чтобы все идеально работало. Мы переходим к следующей не менее интересной игре, и она называется Project Offroad 20. Да, это одна из самых лучших версий этой игры, их, если честно, несколько. Основная задача, это проезд различных элементов, таких вот сложных по бездорожью, с минимальным нанесенным уроном. В отличие от других игр, здесь реально очень крутая физика управления автомобилем, физика подвески. По настройкам мы можем с вами настроить только цвет автомобиля, вот, пружины, силу и все. То есть, внешнюю часть мы настроить с вами не можем. Также из режимов здесь есть режим свободной езды, что тоже очень круто. Можем повыполнять различные миссии по доставке грузов. Они не такие легкие, как вы думаете, потому что здесь вот, как видите, открытый прицеп и детальки. Самое главное, чтобы детальки не вылетели. Достаточно сложные трассы, вот, вы можете здесь покататься в любых просто местах, где вам душе угодно, вот. В игре присутствует, кстати, несколько версий этой игры есть, можете выбрать самую хорошую, которая вам больше всего подойдет. То есть, есть и такая версия игры, она с интересным таким фильтром и достаточно большим количеством различных миссий и различным количеством автомобилей. Так, газуем, газуем, газуем с вами. Вот, в принципе, в этом проблем у нас никаких с вами нет. Так, едем, едем. Вообще, идеально проходится. Вот, в принципе, на этом обзор данной игры подходит к концу. Вот, что могу сказать. Советую поиграть в эту игру обязательно всем любителям данного жанра. Бездорожье и проезды различных хардкорных, как раз, препятствий на внедорожниках. Реально, это самая лучшая игра по данной тематике. Именно из-за того, что у нее очень крутая подвеска, большое количество различных автомобилей, которые не дадут вам заскучать. Конечно, некоторые здесь миссии очень сложные, с первого раза вы их не сможете пройти, но это делает прохождение игры еще интересней. Ладно, переходим с вами к следующей игре, и это тоже не менее интересная игра. Называется она у нас Track Simulator of Road 2, и когда-то она была у нас заменой как раз всеми любимого Spintires, и связано это было как раз с тем, что здесь сюжетка есть. Здесь есть большое количество различных миссий в взаимодействии с предметами окружающей среды и системы налипания грязи на колеса, что реально делает прохождение игры сложнее. Вот, что могу сказать еще по этой игре, это то, что игра старенькая и, в принципе, потянет ее любой телефон. Крутая физика земли, крутая физика деревьев и все в этом роде. То есть, изначально игра создавалась как копия игры MudRunner, Spintires, если все это в одну кучу соединить. Вот, здесь в отличие от Spintires, кстати, есть вид от первого лица. Вот, в принципе, игра реально крутая и была в топе довольно-таки долгий промежуток времени. Переходим с вами к следующей игре и эта игра у нас называется Offroad Online. Как вы уже поняли, эта игра у нас онлайн и это делает эту игру в своем роде уникальной, потому что, в принципе, эта игра построена в основном на онлайне. Здесь вам не дадут заскучать различные миссии, которые необходимо будет проходить. Также очень круто, что здесь можно проходить миссии, играя параллельно в оффлайне и вам могут помогать различные другие люди. То есть, вот вы не можете сехать в горку, вы при, к одному из людей присоединяйтесь и он вам помогает как раз довести вас наверх. Это очень крутая игра, можете тихо спокойно поиграть с друзьями, если им тоже нравится данная тематика. Вот, я бы посоветовал эту игру для обязательного скачивания и прохождения, если вам нравится онлайн игры, если у вас есть постоянный доступ к интернету. Вот, в принципе, на этом обзор этой игры подходит к концу и переходим к следующей игре. Называется она Off the Road. Игра реально крутая, на нее множество людей сделали обзоры и первое, что бросается опять же в глаза, это очень крутая привлекательная графика. И также то, что в отличие от других игр, здесь есть и грузовики, и легковые автомобили, и самолеты. И здесь просто у тебя свобода действий. Ты можешь ехать по безграничной большой карте, собирать различную местную валюту, покупать различные виды транспорта, такие как вертолеты, самолеты, грузовые автомобили, легковые автомобили. В принципе, здесь у вас свобода действий. Можете покататься, погонять, пособирать. В принципе, можно назвать эту игру даже Forza Horizon на Android на минималках. Потому что реально, здесь и физика взаимодействия с водой, различные элементы бездорожья не дадут вам заскучать. И, в принципе, эта игра идеально подходит для того, чтобы расслабиться, поиграть в нее в свободное время. Вот, вот так вот провести весело досуг. Ну, в принципе, обзор этой игры у нас подходит к концу и мы переходим с вами к следующей не менее интересной игрушке. Следующую игру в этот топ я просто не мог включить. Игра называется Truck Evolution. Реально крутая игра. Вы сразу можете видеть то, что здесь очень хорошо отрабатывает подвеска, очень сложные трассы. И наша задача заключается в том, чтобы перевозить различные грузы, различные автомобили. Сразу видно, что остается след. Шин в игре довольно-таки очень изворотливые, очень сложные карты в прохождении. Здесь реально нужно подумать головой, прежде чем просто ехать. Также будет осложнять, конечно, задачу то, что мы будем вести тяжелый груз. Вот. В основном у нас подъем на гору идет, и это тоже усложняет у нас процесс прохождения игры. Эту игру я не мог включить в этот топ. Она реально очень красивая. Здесь присутствует очень красивая графика и хорошо проработанное окружение мира и автомобили. Автомобили здесь много, миссий здесь много. Эта игра не даст вам заскучать. Если вы любитель таких экстремально сложных каких-нибудь видов транспорт, ну, видов деятельности, то есть таким, как проезд по вот таким вот самодельным участкам дороги, опасным извилинам, то эта игра вам идеально просто подойдет. Вот. В принципе, вот так вот красненько мы с вами прошлись по этой игре. Если вы хотите ее скачать, ссылочка на нее будет в описании. Переходите и скачивайте. Советую поиграть в эту игру, вы не пожалеете. Вот. В принципе, все, что я хотел сказать, сказал. И мы переходим с вами к следующей, очень интересной игре. Чуть не забыл, здесь есть еще режим зимы. То есть здесь есть смена погодных условий. Вот. Это тоже немаловажный элемент, который я не мог просто не учесть. Ну, извините, уж сразу об этом не сказал. Вот. Теперь уже точно мы с вами переходим к следующей игрушке. Ну, про эту игру, наверное, знают уже многие. Это игра ОРСО. Ну, если сокращенно ее так называть. Игрушка реально нашумевшая. Давным-давно еще по ней прошел слушок. Но она не такая уж и старая. То есть есть ютуберы, которые подняли канал. До сих пор ведут его и проходит там только эту игру. В этой игре есть большое количество различных интересных миссий. Перевозка грузов и сложные локации, довольно-таки, которые вам придется проезжать. То есть вот так вот по горам, по лесам. Достаточно большое количество различных автомобилей. Игра довольно-таки часто обновляется. И, в принципе, здесь есть очень интересная российская карта, по которой вы можете поездить. И вам это обязательно понравится. Вот. Можете покорять с вами вот такие... Есть два способа прохождения этой игры. Тихо, спокойно вы можете ехать по дороге. И можете выбрать хардкорное прохождение по горам, по полям, по лесам. Вот таким вот образом с вами ездить. В принципе, игра реально интересная. И здесь есть чем позаниматься. Вот. Не знаю про мультиплеер, но, насколько мне известно, в этой игре есть мультиплеер. В этой игре есть чат, что реально дополняет эту игру. Делает ее в разы интереснее. Вот. Ладно, мы переходим с вами к следующей игрушке. Следующая игра в нашем топе называется Real Off-Road 4x4. И этой игре я бы по праву отдал звание Forza Horizon на Android. Потому что, как вы знаете, Forza Horizon как раз именно такие локации. Подробно здесь была, мне кажется, повторена графика. Есть возможность взаимодействовать с окружением, которое в этом мире есть. Система заправки автомобилей, большое различное количество автомобилей, внешний тюнинг и автопарк. Также здесь есть такая вещь, как гараж. То есть, здесь есть свой гараж, с которым как раз и начинается наша игра. Мы можем походить, посмотреть автомобиль со всех сторон, погонять и покататься. Я бы не назвал эту игру жестким оффроутом. Но поездить, погонять, как и в игре Forza Horizon, здесь можно. И это реально очень хорошо оптимизировано. И игра по графике очень крутая. Советую поиграть. Вы не пожалеете это 100%. Можете погонять по карте, посмотреть, как она устроена. Если вы не хотите ездить по дороге, как обычный человек, можете выехать на оффроут. Игра позволяет. То есть, полностью свобода перемещения здесь имеется. Достаточно большое количество различных выборов. То есть, это и гараж, это выход, различные ОБС-ки, ЕБС-ки, различные датчики, виды камеры. Вот, эта игра не даст вам заскучать. Вот, советую ее вам скачать. Ссылочка на эту игру, как всегда, будет в описании. Все игры я пронумеровал, и все игры у меня стоят в столбце. Вот, к сожалению, я нормально не придумал, каким образом можно видео вставлять. Не придумал своего способа. Вот, но в скором времени придумаю. Вот, можете тогда в начало обзора игры зайти, посмотреть. Я там говорю, как она называется. И примерное звание увидите у меня в описании. Ладно, переходим с вами к следующей игре. Это Russian Sav. Игра реально очень крутая. Вот, довольно-таки известного разработчика. Игра вышла совершенно давным-давно уже. Наверное, более пяти лет назад она у нас вышла. И, в принципе, до сих пор является актуальной. И многие до сих пор в эту игру играют. Автомобили, как вы уже поняли, здесь русские. Здесь оффроуд. Здесь русские вот эти старинные деревни. Вот, игра выполнена в серых тонах. То есть, такое вот погружение у нас идет в серые будни России. Ну, нормально, нормально. В принципе, по графике здесь очень круто. Все выполнено. То есть, различные гоночки, миссии здесь есть. Можете поучаствовать их спокойно в гонках. Вас никто не ограничивает. Вот три места. Можете занять какое-либо из этих мест. Физика взаимодействия с грязью здесь присутствует. То есть, у нас идут брызги. И, как вы видите, пачкается автомобиль. Также здесь есть физика взаимодействия с водой. Достаточно большой автопарк. И окружение настоящей России. Что делает процесс прохождения данной игры неповторимым и интересным. Несмотря на то, что игра вышла еще давным-давно. Целых 5-6 лет назад. Она до сих пор является популярной. Она до сих пор интересна. И многие до сих пор в нее играют. Вот. Насколько мне известно, сейчас эта игра платная. Но я оставлю ссылку на бесплатную версию данной игры. Следующая игра в нашем топе называется Choice of Chard. Или, как удобно, она может еще называться Wheels in Might. То есть, игра реально интересная. Единственный минус данной игры заключается в том, что карты здесь и линейные. Но по физике взаимодействия с грязью, по физике взаимодействия с водой и с окружением. Я не мог не назвать эту игру. Потому что игра реально прикольная. Вот, видите, у нас пачкается автомобиль. И даже вот такой вот простой функции нету в некоторых играх на уже более нового уровня. С более лучшей графикой. Почему я добавил эту игру в топ, спросите вы. Игра старая. Может быть не очень известная. И, в принципе, мне она лично понравилась. Потому что здесь есть большое количество различной растительности. Графика в этой игре яркая, красивая и очень интересная. Вот, если вы хотите там на переменке или где убить время, проходя различные миссии. Или просто ездя по яркой, красивой карте. То эта игра для вас просто идеально подходит. Здесь есть небольшое количество автомобилей. Довольно-таки небольшая карта. Но провести вот свой досуг, небольшой промежуток времени поиграть в эту игру вполне достаточно. Игра весит немного. Но немного, игра довольно-таки старенькая. Но вот все-таки я решил ее добавить в данный топ. Вот. В принципе, на этом у нас топ подходит к концу. Сейчас подведем с вами вывод. Тогда на этом уже будем с вами заканчивать данный ролик. Итак, ребят, на этом топ игр подходит к концу. Пишите в комментариях, какие игры вам больше всего понравились из данного топа. И пишите, на какую тему сделать следующий топ. Скажу сразу, что топа я начал только делать на своем канале. Поэтому некоторые элементы в данном видео, в данных роликах, могут быть недоработаны, либо не очень интересны. Я работаю над развитием в данной тематике и буду побольше снимать топов различных игр. Поделился с вами самыми интересными играми, на свой взгляд. Если я какую-то игру упустил, и вы какую-нибудь игру знаете и хотели бы увидеть в следующей части данного топа на данную тематику, обязательно напишите это в комментариях. Вот, ролик у нас вышел недолгий, в районе 20 минуточек, не более. Вот, я рассчитывал, конечно, поболее сделать, но сколько информации было, столько я вам и внес. Прошу прощения за то, что ролик вышел поздноватенько, но, к сожалению, у меня не было возможности записывать его раньше. Так сложились обстоятельства, это зависит не только от меня. В принципе, все. На этом как раз наша рубрика топ-игр подходит к концу. Обязательно ставь лайк и пиши комментарий, чтобы я понял, что данная рубрика на моем канале тебе интересна, и ты хотел бы видеть различные топы на моем канале чаще. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok